Мы собрались для того, чтобы обсудить ряд мер по выполнению прогнозных показателей. Ну и нечего скрывать преодолению тех негативных тенденций, которые наметились в нашей экономике в связи с последними событиями в мире и прежде всего во взаимоотношениях с Россией. Это не только узкие вопросы, они у всех на слуху, типа поставок нефти, газа, продуктовые войны, которые, к сожалению, стали привычными в последнее время. Сегодня хочу услышать, что есть в арсенале правительства для решения проблемных вопросов. Как будут обеспечены рост валового внутреннего продукта, исполнение параметров бюджета, ценовая стабильность. И самое главное, поступательный рост доходов всех слоевом населения. Ни от одной программы мы отказаться не можем. И не только потому, что этот год – год экзаменов. В очередной раз возникли разногласия, как я уже сказал, по энергетике с ближайшим нашим партнером. Это происходит регулярно уже на протяжении 13 лет, несмотря на взаимные обязательства. Хотя при их подписании нам были даны твердые гарантии. К примеру, в этом году Россия обязалась на межправительственном уровне поставить в Беларусь 24 миллиона тонн нефти. По 2 миллиона каждый месяц. В январе было поставлено 500 тысяч. Одна четверть. Ну вот вы мне и доложите, что сделано для того, чтобы обязательства Россия выполняла. Слишком часто мы вынуждены корректировать планы нашего развития. Поэтому хотелось бы услышать механизмы компенсации потерь, которые наша страна неизбежно несет в этот период. Не по своей вине. Требования известны. Ни один житель Беларуси, ни одно предприятие не должны ощутить на себя последствия от всякого рода маневров наших партнеров. Отдельно заслушаем предложение о том, как выполняется мое поручение о поиске альтернативных поставщиков энергоресурсов и надежных каналов их поставки. Еще раз уже публично повторяю. Все нефтеперерабатывающие заводы должны работать. Мы должны обеспечивать нефтепродуктами не только внутренний рынок, как это происходит теперь, но и обеспечить наши обязательства по контрактам на внешних рынках. То есть продажу нефтепродуктов в Европе, Украине, в других странах, где мы раньше их продавали.